За 6 лет реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Покровском районе труду устроились 21 врач и 17 фельдшеров. Это один из наиболее высоких показателей в нашей области. И эта цифра с каждым годом только растет. Арсен Саребекян один из них. Врач-стоматолог 4 года назад закончил Курский мединститут. После учебы у него стоял выбор – работать в городе или все же в родном Дросского. Я решил, что более правильно будет набраться опыта и начать работать в сельской местности. К тому же тогда были очень выгодные условия, такая программа, как «Земский доктор». Меня это устроило и на этом основании я решил устроиться в сельской местности Дросского и работать здесь. Но тогда Арсен Саребекян не подозревал, что кроме должности стоматолога он займет место и заведующего Дросковской амбулатории. Врач двойной ответственности не испугался. Предложенной организации, поддержки и помощи людей – это дается не совсем тяжело. Я бы сказал, что это мое, это моя стихия. Помогают Арсену Саребекяну и пациенты, ведь большинство из них знакомые. Некоторые его еще учили в школе. Я учила Арсена с пятого по одиннадцатый класс. Учеником он был добросовестным, исполнительным, уважал и своих одноклассников, и учителей. Отличительные черты его. И он все это перенес в свою работу. Плюс добавил доброжелательность. Вот сейчас он очень доброжелательный. Оставим Дросского и отправимся в Протасово. Здесь, в местном ФАПе, с января принимает новый фельдшер. Вероника Булаткина за свои пять лет в профессии успела поработать не только в Орле, но и в Туле, и в Москве. Но все же решила вернуться в родные края. Я ничуть не пожалела. Все равно это благородная профессия – помогать людям. Интересно, опять же, потому что развиваешься здесь. Здесь разные случаи есть лечение. То есть общаешься с людьми – это общение всегда. Но ничуть не пожалела. Мне нравится деревня, нравится природа, нравятся люди. Напомним, тем фельдшерам, которые решили трудоустроиться в селе, выплачивают разово от 500 до 750 тысяч рублей. А докторам от миллиона до полутора, в зависимости от удаленности. Также некоторые районы предлагают жилье. Все это дополняется программой наставничества. Очень большая, немаловажная роль, и это принадлежит также наставникам, потому что специалист после студенческой скамьи, он остается не в одиночестве, не в отрыве от своих проблем. Поэтому есть какая-то широкая спина, плечо, которое может поставить наставник или старший товарищ для того, чтобы овладевать своими профессиональными компетенциями. Всего в области в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» могут трудоустроиться 33 врача и два десятка фельдшеров. Андрей Погосян, Александр Савенков, телеканал Первый областной.